Что происходит на Донбассе? Об этом будем говорить с Олегом Ждановым. Это военный эксперт. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Чего можно ожидать от этой фазы войны? Ну, как и предполагалось, от этой фазы войны можно ожидать массированного наступления, попытки массированного наступления российских войск с целью взять в окружение нашу группировку войск в зоне операции объединенных сил. Ключевым городом здесь выступает город Краматорск. Вот они на Краматорске хотят свести северную и южную группировки своих войск и таким образом они надеются завершить окружение наших войск в зоне операции. А дальше что? На ваш взгляд, остановятся на административных границах Донецкой и Луганской областей или попытаются все-таки идти на Днепр, на Киев, захватить всю Левобережную Украину? Не, ну вы очень сильно размахнулись. Вы мстите. Дело в том, что у них нету таких сил и средств для того, чтобы на Днепр продвигаться. Я думаю, что если им удастся окружение наших войск, то сразу же после этого последует предложение переговорного процесса территории в обмен на жизни солдат. Почему? Потому что вряд ли у них есть силы и средства, и они это прекрасно понимают. Ну, во всяком случае, судя по тому, что уже даже до Путина дошло прошение некоторых генералов о том, чтобы не проводить наступательную операцию. Не проводить, извините, пожалуйста, это интересно. Извините, что я перебил вас, Юлечка. Что это за прошение? Расскажите поподробнее. Не проводить наступательную операцию. Ну, смотрите, еще на прошлой неделе появилось сообщение, ну, это, конечно, инсайдерская информация, ее практически невозможно проверить, но появились сообщения в российских сегментах средств массовой информации, что в генеральном штабе зреет мнение, что надо отказаться от наступательной операции для того, чтобы сохранить хотя бы часть сухопутных войск боеготовыми для решения других задач и других вызовов, стоящих перед Российской Федерацией. Имеется в виду не в Украине, а где-то еще? Да, где-то еще. Ну, у них, допустим, назревает, к концу апреля может созреть Ферганская долина. Если это правда, что талибы ждут, когда высохнет перевал, и можно будет через него идти, а 201 базы из Таджикистана нет, она сегодня воюет на территории Украины в полном составе, то они могут смело заходить в Ферганскую долину и начинать свое наступление в направлении Казахстана. Сценарий такой почти фантастический, но... Но почему фантастический? А чего талибам не хватает в Казахстане? Им бы с собственным Афганистаном разобраться. Почему? Они, кстати, с Афганистаном разобрались, они контролируют ситуацию в стране. И это их давняя мечта. Причем я даже больше скажу, что вы же знаете про 72-ю Самаро-Ульяновскую железную дивизию. Так вот, в 2019 году Российская Федерация вдруг неожиданно превратила ее в армию. И пыталась начать развертывание именно потому, что это единственное было соединение на пути Таджикистана. То есть они предусматривали эту угрозу, что талибы могут перейти перевал и начать наступательную операцию. Они считают эти деньги своими исконно историческими. Поэтому я не исключаю такой вариант. Субтитры создавал DimaTorzok